Уже в конце прошлого года, когда в Кухтлоярве произошло массовое сокращение работников АО «Нитроферт», в Эстонии от столицы до самых окраин заговорили о нехорошей тенденции. Дескать, дело близится к концу. К концу региона. А тут 15 января пришло новое известие. Концерн «Виру Кемия Групп» сокращает 500 работников, занятых на старой части производства сланцевого масла. Причина – консервация оборудования из-за предельно низких цен на мировом нефтяном рынке. Наблюдатели за ситуацией в северо-восточном регионе страны поделились на две части. Одни, как правило, высокопоставленные чиновники, заявляют, что, мол, были времена и похуже. Переживем и эту ситуацию. Другие принялись предрекать окончательный конец некогда богатому промышленному городу Кухтлоярве, да и всему и доверимо в целом. Наверняка есть люди, которые считают, что им сталинской горки виднее. Однако, что думает о сложившейся ситуации человек, стоящий у регионального руля, уездной старейшиной Дайвирума Андрес Нормяги? Руководитель уезда согласился ответить на вопросы телеканала «Литес». Господин Нормяги, как вам видится ситуация, сложившаяся за последнее время в уезде? Мы свободная сторона, каждый может дать оценку, естественно. Что я могу сказать? Мы живем в рыночной экономике. Экономические тренды меняются. Иногда очень быстро. Но мы должны быть в курсе мировых трендов, тогда мы можем реагировать этим. Тогда мы можем как-нибудь более безболезненно выйти из этих новых вызовов для нас. Конкретнее, что сегодня происходит в регионе и в частности Кохт-Лоярме? Наш вызов всем ясен. Это ВКГ высказало, что будет освобождать 500 человек. У нас есть соответствующие организации, которые уже ежедневно этим работают. Я имею в виду кассы безработиц с Министерством социальных дел, встречаются, делают свои планы, уточняют. Фактически на сегодня в уезде 7,5 тысяч безработных, что превышает 10%. Некоторые люди в связи с этим утверждают. Дескать, все, и до верума пришел конец. Это так? Здесь несколько аспектов. Когда топливо было дорогое, была проблема. Сейчас нефть дешевая, опять проблема. Ну, может быть, какая-то экономика действительно или какое-то производство уменьшается, потому что мир меняется. Мы ведь прекрасно знаем, что уже давно, уже в прошлом году, ведь весь прошлый год вакансии, которые были из и кассы безработиц, предлагали 40% было уже торгов для обслуживания. Производство было, по-моему, 34-5%. Это тоже показывает, что меняется ситуация. Что же делать в этой ситуации? Самому перестраиваться. Вы уже прежде предупреждали и в последнее время заявляли, что в связи с новыми вызовами местные самоуправления и правительства должны пересмотреть свое отношение к Эдавирума. Что это означает? Давно должны были бы пересмотреть. Государство, с одной стороны, тоже, может быть, видит глобальные тренды больше, местное самоуправление. Ну, понимаете, я тоже наблюдаю, что вот смотрел последнее интервью, простые люди говорят, вот там правительство виновата, государство виновата. А что, мы не виноваты? Если мы, может быть, сами и местное самоуправление, может быть, тоже могла бы больше заниматься таким стратегическим планированием. Что у нас падает? И раньше готовить уже народ. Что еще хочу сказать? Ну, да, можно сказать такую критику в адрес государства, правительства, одного бывшего министра финансов, который годами долбил, что роль местного управления только социальные вопросы. На самом деле, закон о местном управлении говорит, что это все. Это обязанность, ответственность местного социума развивать этот свой регион, исходя из этой специфики. Специфика, может быть, меняется. Может быть, местное управление должно бы больше работать с предпринимательством, чтобы уже заранее было быть этом готово, чтобы создавать новые рабочие места, соответственно, изменившему ситуацию на рынке. Так, все-таки, приходит конец уезду или нет? Ни в коем случае не пришел конец. Экономика меняется, большие производства уменьшаются, производство все равно будет уменьшаться, тем больше будут развиваться инфотехнологии, роботы, тем меньше людей, это ведь веками было, тем меньше и меньше нужно людей в производстве. А надо искать другую нашу нишу или новое производство. У нас развивается логистика дальше в уезде. Ну, не говоря о туризме, потому что вокруг нас, вокруг нашего уезда, и юг Финляндии, и Петербург, область, это 8-9 миллионов человек. Об этом я и не говорю. Мир меняется, надо быть к этому готовым. Как и в предпринимательстве говорит, кто следит за трендом, тот выиграет, кто не следит, тот иногда проигрывает.